ГОСТЬ В СТУДИЕ Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. ГОСТЬ В СТУДИЕ Добрый день еще раз, уважаемые радиосульти. Сейчас на прямой связи по скайпу у нас будет депутат Сейма, всем он хорошо известный, секретарь президиума парламента Андрей Клементьев. Добрый день, Андрей. Добрый день, Амель. Спасибо, что вы с вами на связь. Я знаю, что продолжается пленарное заседание. Сейчас короткий перерыв, как раз вы можете прокомментировать актуальные события. Ну, прежде всего, конечно, это увольнение с поста министра здоровья Иузы Винкела. Я, наверное, должен напомнить нашим радиослушателям, что это политик, которого вы хорошо знаете. Работали долгие годы с ней и в парламенте, и как профильная комиссия. Она работала в этой комиссии, приходила к вам на заседание уже как министр. Как вы оцениваете это решение? Я понимаю, что, может быть, вы как оппозиционер должны поддержать отставку любого министра, но тем не менее. Да, совершенно верно. У меня была возможность работать с ней и в предыдущих парламентах. И я бы сегодня однозначно не радовался бы этой отставке, так как это, скорее всего, с моей точки зрения, все-таки больше похоже на политический конфликт между премьером и министром, между политической силой единства и пара при стейбе. То есть, к сожалению, это не об улучшении качества обслуживания населения в виде качественных законопроектов или вариантов, которые связаны с ликвидацией последствий пандемии или введения вакцинации. Это, к сожалению, разборки между двумя политическими силами. Так как, если бы объективно рассматривать весь состав Кабинета министров, то я бы, прежде всего, провел бы ревизию по Министерству благосостояния и уволил бы министра Романа Петровича. Потом бы я рассмотрел вопрос о господине Шуплинской, которая не подготовилась с школьников к новому учебному году за летний период. И мы сейчас прекрасно понимаем, что дистанционное обучение проходит не в таком режиме, который бы хотели преподаватели, родители, да и сами дети. Поэтому в данном случае более слабые позиции были у этих двух министров. И если бы премьер-министр Карлич хотел бы реальных перемен в Кабинете и реальных результатов в ближайшие полгода, то он бы уволил сначала этих двух персонажей. Что касается Илзы, да, действительно, ошибки были. Я считаю, что в летний период она тоже могла подготовиться более тщательно. Были жалобы и по выплатам компенсации, были жалобы в том числе и по доступности медуслуг. Я согласен с этим. Но в данном случае не время было сейчас устраивать политические разборки. Необходимо было бы дать возможность министру доработать до логического конца, например, до момента приобретения всех вакцинаций, вакцин, графиков и так далее. Так как новый претендент на должность Даниэл Павлиус вообще не является специалистом в этой отрасли. Он вообще не касался никогда медицины. Даже не работал в профильной комиссии. Это человек, который никогда не был связан с социальной сферой, с здравоохранением. У него нет образования, у него нет знаний работы сегодняшнего кабинета министров. Но он же хорошо играет на рояле. Поэтому в данном случае я считаю, что мы больше как пациенты, как жители Латвии потеряем от этой рокировки. Да. Что касается уже упомянутых министров, может быть, господин Калинич как раз и открыл такой ящик Пандоры. И сейчас и та же АТСТБ ПАР может сказать, подождите, ну давайте оценим работу других министров. Или этого не произойдет? Я бы очень хотел, чтобы пошли бы качественные изменения в кабинете. У меня вопросы к министру экономики такие же, так как я вижу, что бизнес недоволен сегодня, ни малый, ни средний. Теми, по помощи, которую оказывает министерство профильное. Но я скажу, что это, естественно, желаемое для нас всех. Но в данном случае, я еще раз повторяю, что это всего лишь конфликт между двумя политическими единицами. Тут никакого отношения нет о заботе нас, жителях Латвии. Я еще раз говорю, если бы мы нашли классного специалиста, который работал бы в министерстве, был врачом, понимал бы разницу между вакцинами, понимал бы, разбирался бы в диагнозах, в конце концов. То я бы сказал бы, да, Илза, как менеджер кризисный, должен уйти, не справился, не подготовил вовремя документы. Но вот новый специалист, который не только слушает экспертов, но и делает правильные медицинские выводы, то есть с основным направлением, например, борьба с пандемией, разбирается в химических формулах, как фармацевт, вакцин, да, это была бы качественная замена в интересах граждан. Сегодня Даниил Павлиус – это больше пародия на министра здравоохранения. Ну, кто-то может сказать, что вот сейчас в кризисное время нужен хороший управленец, опыт какой-то есть, ну, не знает человек медицину, ну, ладно, есть, наверное, в министерстве люди, которые в этом разбираются, ему вроде бы и не надо. Я согласил бы с тобой, если бы перемены произошли бы не только в первых персонах, но произошли бы перемены в том числе и по административному направлению в министерстве. Мы же прекрасно понимаем, что план вакцинации, который не удовлетворил премьер-министра, подготовлен был не лично Илзой, а госсекретарем, замом госсекретаря, главой департамента. То есть, если мы не меняем конкретных людей, которые не справились с каким-то заданием, то тогда по перестановке первого персон ничего не меняется. Даниэл принесет ту же самую бумагу, которую подготовят ему те же самые министры. Это еще раз подтверждает то, что конфликт произошел между политиками, а не людьми, которые заботятся о здоровье людей. Да. Вот еще, может быть, говоря о вот этой ситуации с пандемией чисто в политическом контексте, мы знаем, что сегодня как раз на пленарном заседании в первой части обсуждались очередные уже, я думаю, все сбились по счету, принятые ограничения в рамках вот этой еще излучайной ситуации. Ну, фактически переутверждал СЕМ, то, что в свое время принял Кабинет министров. Нет такого ощущения, что все это, ну, как бы потеряло такую значимость и актуальность, потому что коалиционная дисциплина четко работает в СЕМе, и то, что потом парламент спустя там 2-3 недели обсуждает, ну, это носит такой чисто вот формальный характер, вроде бы должен СЕМ переутвердить, вот мы ее и переутверждаем. Я согласился бы с тобой полностью, если бы, конечно, не слабая работа Кабинета министров. То есть, да, действительно, технически выглядит со стороны так, но практически парламент все-таки дополняет некоторые документы, нормативные акты и поправляет. Например, сегодня, я знаю, мы, главное, что мы сегодня сделаем, это, наверное, скорее всего, отменим ПВН на вакцины, которые будут привозиться в ближайшее время. То есть Кабинет министров до этого не додумался и ввозит его со всем этим хвостом налоговым. Мы прекрасно понимаем, что сегодня для ускоренной вакцинации, для плана как можно больше людей провести через вакцинацию, необходимо снять все юридические препоны и налоги в том числе, для того, чтобы закупки были проще и так далее. Тем более, мы всегда в согласии считали, что ПВН на таблетки, на налог на добавленную стоимость, НДС на русском, это глупость. Фармацевтика и так сегодня очень дорогая в Латвии, поэтому необходимо было ставку делать нулевой, особенно на таблетки, медикаменты, которые касаются компенсируемых лекарств. Получается, страна сама оплачивает их и сама еще и налогство бьет. Поэтому цифры сумасшедшие, и в этом никакой логики нет. Поэтому в данном случае, конечно, мы приветствуем это, и Кабинет министров это не сделал, и по депутатам поправил. Что касается ограничений, с чего мы начали, ну, естественно, большинство мероприятий уже прошли, но этот контроль и с стороны парламентариев, и жесткая критика, и новые предложения, которые все утро заняли, на ковре был министр внутренних дел, это все-таки оказывает давление на слабых политических лидеров своих отраслей, и они все-таки более внимательно относятся к тем документам, которые проводят через министерство, и более тщательно готовятся к пленарным заседаниям. Понимаете, если не хватает у чиновников высшей категории и у министров компетенции для того, чтобы убедить своих коллег, то боязнь перед парламентариями, которые, возможно, специализируются каждый в своей конкретной отрасли, все-таки заставляет их перечитывать документы несколько раз, искать новых людей и работать более тщательно. Поэтому в данном случае министр внутренних дел сегодня более 40 минут отчитывался перед депутатами, и это полезно. Если еще раз, когда будут вводить какие-то определенные ограничения или предложать, он будет понимать, что его могут все-таки призвать к ответу. Поэтому я считаю, что в данном случае парламентский контроль необходим. Да, ну это безусловно, но я так понимаю, что вот лидер фракции согласия, я не сурбануюсь, даже так в сердцах воскликну, я понимаю, что это в контексте было сказано, что вот у него создается такое ощущение, что парламент во время пандемии умер. Ну понятно, что это было сказано образно. Я так понимаю, что частично вы с этим согласны, да? Да, я согласен, что нет политической дискуссии, что работа в онлайн-режиме через платформу S-SIMO, он не для длительных парламентских каких-нибудь заданий. То есть в данном случае это могло быть предложение на два-три месяца, мы работаем на год, нет нормальной работы между депутатами. Понимаете, работа в новых платформах, они, возможно, экономически выгодны, они, возможно, даже и довольно сегодня хорошо развиваются, но парламент, он для того и разговор между депутатами, разговоры между представителями разных идеологий, для того, чтобы в спорах рождалась истина. Сегодняшний формат не позволяет депутатам сидеть за одним столом и разрабатывать, и дискутировать о тех вопросах, которые должны быть расходительных компромиссов. Сегодня, с одной стороны, есть предложение от Кабинета министров, есть попытки его улучшить, в другой раз не удаются, в другой раз нет, но это все в режиме не дискуссии, а в режиме очень грубой лексики, мы очень даже стали нетерпимы в этом формате, так как мы не видим глаза людей, с которыми мы разговариваем, мы не видим других возможных каких-нибудь признаков согласия, несогласия, мимика и так далее, и поэтому все это выглядит очень даже некрасиво. Поэтому в данном случае Янис Рубанович говорил, скорее всего, о парламентской культуре, о парламентской дискуссии, о том, что в комиссиях профильных необходимо работать за одним столом с чиновниками для того, чтобы они тоже видели, что депутат не просто голосательная машина, а люди, которые понимают что-то в этом вопросе. Поэтому в данном случае парламент в этом формате сегодня не выполняется на 100% своей функции. Да, могу не спросить по поводу вот той темы, в которой действительно вы являетесь экспертом, долгие годы работая в профильной комиссии по социальным делам. Что касается тех изменений, вынужденных, я так понимаю, под давлением Конституционного суда, в социальной политике, может быть, несколько слов об этом, учитывая то, что с января меняются вот эти минимальные пенсии, в том числе пенсии по инвалидности, пособия. Понятно, что это недостаточно, но я знаю, что вы тоже много сил приложили, чтобы хоть как-то эту ситуацию сдвинуть с мертвой точки и поднять вот этот вот минимальный размер пособий. Вот об этом несколько слов. Да, спасибо за высокую оценку. Да, действительно, это был коллективный труд. Действительно, приложили депутаты к этому. Очень много усилий. Работали в том числе и в бюро Олбудсмена или нашего. Если бы, Сарга, действительно Конституционный суд вынес очень важное для всех жителей Латвии решение, действительно радикально изменилось отношение к пособиям и к минимальной пенсии, но, к сожалению, опять из-за сложной ситуации в министерстве, из-за пандемии, решение депутатов о том, что с 1 января необходимо увеличить пособия и пенсия, там целый ряд этих мероприятий технически, юридически вступило в силу 1 января, но выполнено будет только 1 мая. К сожалению, люди, которые занимаются IT-технологиями, которые разрабатывают программы для изменений, не успевают внести изменения к закону в исполнительную инстанцию, в службу социального страхования. Программы сейчас переписывают для того, чтобы начать выплаты реальные 1 мая, к сожалению. Естественно, все повышение пенсии, пособий, которые планировали с 1 января, аккумулируются и выплачены будут 1 мая в полном размере, то есть все задолженности будут выполнены. Естественно, если бы эта дискуссия проходила бы не в онлайн-фо-формате, и мы работали бы с чиновниками, с IT-компаниями за одним столом, то мы бы заставили работать их в день и ночь для того, чтобы выплаты начались не 1 мая, а намного раньше. В нормальном режиме обработать закон и ввести его в реальное исполнение в нормальном режиме – это было два месяца. Сегодня – это много дольше. К сожалению, так как нагрузка на них возросла в связи с тем, что очень много перешли на другие платформы работы. И, естественно, если бы мы работали бы с министром за одним столом, то легче было бы ее убедить, что есть пенсии и пособия, которые необходимо вводить возможность даже через месяц повышения, а не откладывать весь комплекс мероприятий на 1 мая. Да, это как раз издержки, это и как раз парламентской работе в платформе, когда ты не можешь достучаться до конкретного человека через монитор компьютера. Поэтому, да, хорошая новость, 1 января целый ряд пособий и пенсий увеличен. Плохая новость, что 1 мая только начнутся реальные выплаты. Да, совсем тем повышением, которое было запланировано. То есть в один месяц будет хорошо, 1 мая, когда вы получите полное пособие или пенсию, и получите задолженность государство перед вами за предыдущий месяц, 1 января. Да, может быть, только последний вопрос, можно ли ожидать правительственного кризиса, если может, то когда, ну, учитывая ваш политический опыт? Хотелось бы, чтобы не испугались министры, хотелось бы, чтобы они начали работать более активно и ответственно, но в связи с тем, что у нас сегодня политическая монополия, пять партий, они могут между собой ругаться, они могут конфликтовать. Даже многие из них перестали существовать, как, например, КПВ, ЛВ, партия Кайминша, но они все равно держатся за свои мандаты, держатся за свои кресла министерские, и кризиса не будет. Так как, к сожалению, при нормальной демократии парламентской республики необходимо использовать ресурс всех ста депутатов, всех партий, которые выбраны народом и делегируют свои права управлять государством, всем, всей сотне, и поэтому из этого можно было выбрать 51 лучшего из лучшего, но правящее большинство очень конъюнктурно выбрало себе союзников, полностью вычеркнув из повестки дня те партии, которые остались, на их взгляд, неприкасаемы. Это согласие на связи с тем, что нам до сих пор упрекают в том, что мы кремлевские, то, что у нас больше в голове защищать интересы не граждан, граждан русскоязычных, а не как бы то, что они хотят, с чем заниматься. Поэтому в данном случае мы не приемлемы сегодня как партнера для них, для всех. А зеленые и крестьяне не приемлемы тому, что они дружат с Лайнбергом, потому что они сегодня не могут как бы существенно поменять эту ситуацию политическую, и в связи с тем, что они очень мало сегодня влиятельны из-за своей раздробленности, ну и маленькая фракция. А все депутаты 13, напомню, проявляют сегодня независимыми, тоже уже большой коллектив сложился, они просто плохо организованы. Поэтому, к сожалению, хотелось бы нам перемен, хотелось бы какое-то политическое давление на министров, которые не выполняют обязанности, и внутренняя чистка происходила бы по результату недостигнутому или по оценке их работы, а не из-за каких-то дрязг, не будет в ближайшее время. Мы находимся в положении, пока большинство населения Латвии не скажет правящим, надоели ваши политические игры, мы будем жить в этом театре абсурда. Андрей Клементьев у нас был на прямой связи, депутат Сейма от факций. Согласие, большое спасибо. Я хотел бы еще давать с праздником хотя бы, с светлым, поэтому все-таки Новый год дает много надежды. Я хотел бы, хотел бы, чтобы в будущем мы в январе не говорили бы уже о пандемии и об наших проблемах, которые вызваны экономическими и политическими. Павел, еще раз спасибо вам. Спасибо.